На интересный ролик меня вчера натолкнул подписчик. Вот этот человек. Я уже несколько раз упоминал о нем. Много у него зрителей и периодически они присылают мне его ролики и просят, чтобы я это прокомментировал. На этот раз меня самого задел этот ролик. Я без всякой просьбы решил остановиться на этой теме. Тем более, что меня очень многие спрашивают о том, как живут русские немцы в Германии и вообще можно ли здесь найти своих соотечественников. Ролик этот зайдите, посмотрите. 19 минут он идет и 19 минут человек несет такую отборную чушь. Конечно, его право придумывать что-то было бы неплохо, если бы он все-таки, говоря об иммиграции, находился в иммиграции. И в конце я обращусь непосредственно к нему. Не хочу я особо ругаться с этим автором. Это такая очень странная личность в YouTube. Он ненавидит женщин и детей. Если вы вдруг никогда с ним не сталкивались, дает советы, как откосить от алиментов. Это его основная тема его роликов. К тому же, как быть тунеядцем, как саботировать свою работу, делать пакости своему коллективу. Почему? Если вы спросите, почему это нужно делать, потому что мало платится. Вот если мало платят, значит нужно быть такой какашкой в коллективе. Ну, приблизительно вот такие у него посылы. Ну, а сейчас у Иоганна такая навязчивая мысль. Он хочет очень сильно сбежать, уехать из страны, ищет варианты, ну и мечтает по этому поводу. Я бы, может быть, даже особо не отреагировал на этот его ролик, но он сказал вот эту удивительную фразу. Продолжение темы иммиграции из России мы рассмотрим одно очень интересное явление. Полное отсутствие русской или же российской диаспоры за рубежом. Если вам скажут вообще, когда-то употребят такое понятие, русская, российская диаспора, знайте, что это примерно деревянное железо. Это вещь несуществующая. Никакой ни русской, ни российской диаспоры за рубежом нет. Есть любые другие, но вот этой нет. Я в свое время писал очень интересную диссертацию кандидатскую. Темой диссертации была русская православная церковь как институт социальной консолидации соотечественников, проживающих за рубежом. Как вы видите, человек написал диссертацию на эту тему. И вот здесь я буквально оторопел. Как же так? Человек написал диссертацию. Вообще, кто принимает подобные диссертации? Почему его не освистали? Если у него была диссертация вот ровно в духе, как вот он здесь 19 минут это говорит, то его должны были забросать тухлыми помидорами, по сути. Я, так как я хочу много чего рассказать о русской диаспоре, поэтому я просто не буду останавливаться. Вот буквально маленький кусочек, послушайте. Здесь, смотрите, здесь, во-первых, нищета. Колбасная иммиграция, она неспроста берется. Люди хотят просто получать более-менее за свою работу. Дальше, здесь религиозная иммиграция будет, потому что это в 20 веке полное вырезание церкви, христианства как такового и замена ее обновленческим движением, по сути. Плоды чего мы по сей день расхлебываем. Короче говоря, религиозные аспекты будут 100%. То есть люди, которые хотят хоть как-то иметь возможность нормально исповедовать религию, нормально, то они тоже побегут. Дальше, что еще будет? Это будет, скажем так, творческая интеллигенция, нерелигиозная, скорее, напротив, антирелигиозная. Полбеды. Но религиозная иммиграция и невозвращенцы, то есть те, кто их, собственно, палачи, то есть это жертвы и палачи, по сути. Ну, я думаю, что вот эти люди там точно не будут сходиться. Это еще одна причина, которая вбивает клиния вообще в слои иммигрантов. Следующая очень интересная причина. Русских, ну, россиян, представителей русского мира. Вообще, все, что я говорю, русские, это не нация. Это представители русского мира. Это те, кто заразился вот этими идеями, ментальными идеями русского мира. Так вот, этих представителей русского мира по всему миру остальному недолюбливают. И недолюбливают неспроста. Это люди, которые не приучены работать нормально, не приучены нормально свой быт обустраивать. То есть они много к чему не приучены. Это люди, перетаскивающие свою культуру за собой. Так вот, их недолюбливают. И, соответственно, сами эти представители русского мира, они пытаются побыстрее ассимилироваться. И уж если не я, то хотя бы мои дети. Как вы слышали, он пытается делить иммигрантов на колбасных, на политических, на сбежавших еще и так далее. В общем, все это нагромождение ерунды. На самом деле, люди, живущие за пределами страны, поверьте, не выясняют друг у друга, кто по какой причине приехал. Приехал ли ты сюда за колбасой, бежал ли ты как политический, попал ли ты сюда как свидетели Иеговы, ЛГБТ или еще что-то. Вообще вот здесь это людей не волнует. В диаспоре, а она, конечно, существует, то есть его утверждение, что русской диаспоры нет за пределами России, вот это то, что я буду сейчас оспаривать. Она не просто существует, русская диаспора, а она, я бы сказал, одна из самых сильнейших и мощнейших диаспор в мире. Достаточно зайти в Википедию и прочитать, что по официальным данным русская диаспора занимает второе место после, внимание, китайской. Но только представьте себе, Китай с миллиардным населением, естественно, большая часть китайцев находится за пределами, как мы знаем, китайские магазинчики есть в каждом маленьком американском городке, в каждом немецком и испанском. Везде вы найдете китайскую кухню. Кроме того, китайские инженеры сейчас ученые, программисты, химики, физики работают по всей стране. Китайцев очень много везде, но потому что китайцев вообще много. И конкуренцию китайской диаспоре составляет не какая-нибудь там греческая, итальянская, а именно русская диаспора. Вот этот сам по себе факт говорит о том, какое количество людей живет за пределами России. Я могу сказать, что как с 17-го года побежали русские страны, вот так до сих пор и бегут, не останавливаясь. И в своем ролике я привозил данные, что на огромной территории русских проживает меньше, чем жители в Бангладеш. То есть русских очень мало, вообще на земле русских немного. И при этом они составляют самую мощную диаспору за пределами страны. Вот эти данные, по сути, Владимиру Путину надо каждый день выкладывать вместо завтрака, обеда и ужина. Может быть, до него бы в какой-то момент дошло, какая это катастрофическая ситуация для русских вообще в целом. Я имею в виду истории человечества, сейчас живущих на этой планете. Русские, они стремительно исчезают внутри своей страны, то есть просто физически умирают в большом количестве. Но речь сейчас пойдет, о русских диаспорах существуют ли они. Первое. Как мог писать человек диссертацию, не зная, что самые большие примеры русской диаспоры буквально под носом находятся. Русская диаспора огромная находится в Казахстане. Русская диаспора находится в Узбекистане, Таджикистане, Грузии, в странах Прибалтики. Это нельзя сбрасывать счетов. Мы привыкли, что это все Советский Союз и якобы русские жили везде. Но на самом деле проживание русских за пределами России это ненормальное состояние. И эти русские там остались. Самая большая из этих перечисленных, конечно же, русская диаспора в Казахстане. Да, очень многие вернулись в Россию в 90-х годах, но все равно русских в Казахстане проживают очень много. Но я уже не говорю о том, что они прекрасно живут в Литве и там литовцам втирают, что Прибалтика должна говорить по-русски. Точно так же русская огромная диаспора в Украине сейчас бьется боем, чтобы стоять свое право в Украине, говорить на русском языке, заполнять документы, то есть жить так же, как они бы могли жить в России. Огромная русская диаспора, естественно, проживает в Соединенных Штатах. Достаточно этому человеку съездить в Нью-Йорк, полюбоваться на все эти Брайтон-Бич, живущие в Штатах. Если меня сейчас слушают, напишите в комментариях, как вы считаете, существует ли у вас русская диаспора или нет. Если вдруг кто-то не понимает, что такое диаспора, это объединение людей по культурному признаку. Естественно, объединяются вокруг языка. Язык – это основа культуры, поэтому, когда люди куда-то переезжают, они начинают искать себе подобных, так как первое время проблемы с языком, и начинают кучковаться, обрубывая внутри связи. Очень крепкие связи. И вот чем больше, просто физически, больше людей в той или иной стране, тем, естественно, плотнее эти связи. И в Соединенных Штатах на Брайтон-Бич вы найдете все на ваш вкус. Русские аптеки, русские магазины. В общем, это я буду перечислять относительно Германии. Но говорить, что в Соединенных Штатах нет русской диаспоры – это вообще не понимать, о чем говорить. Русские евреи, переезжающие в Израиль, почему-то благополучно Израиль обогнули, и практически все осели именно в Соединенных Штатах. В Израиле, конечно, есть огромная русская диаспора, и это бесспорно, но большая часть русских евреев находится на территории Соединенных Штатов. И сколько репортажей, сколько роликов, рассказывающих о том, что они не собираются становиться американцами, и они продолжают жить в своей русской манере, смотря русский телевизор, соблюдая свои русские традиции. И многие, прожив по 20 лет, могут 2-3 слова связать по-английски. Та же самая история в Германии, и вот именно об этом я хотел бы рассказать. В переписке с этим человеком, который дал мне эту ссылку, я написал, мое мнение, что не то, что есть русская диаспора в Германии, нет, ребята, мое мнение, что русская диаспора в Германии – это такой спрут, опутавший тело этой страны. Это огромное разветвленное сообщество русскоговорящих людей из всего бывшего СНГ. Многие из них, как и в Америке, немцами быть близко не собираются и полностью остаются внутри своей вот этой диаспоры и всю свою жизнь организовывают здесь, оставаясь русскими. Вот это то, что мне не нравится, но это факт. Не видеть этого – это значит просто никогда здесь, в этой стране, не бывать даже проездом. Итак, я сейчас начну перечислять, что имеет здесь русская диаспора. Это совсем не та ситуация, как когда-то бежавшие там белые офицеры во Франции, где-то во французском ресторанчике, в уголочке. Тихонько, чтобы никто не услышал по-русски, читали русские газеты. Нет, ребята, это совсем не та история. Нет, сейчас русские в Германии заходят, ну, грубо говоря, открывая двери ногами. Или еще лучше, у них просто есть сеть своих собственных русских ресторанов. И в этих русских ресторанах, и это не только русские рестораны, называющиеся Калинка, Березка, Москва, но и вы найдете специализированные рестораны, например, армянской кухни, грузинской кухни, еврейской кухни, узбекской кухни по всей стране. Есть отдельный канал, где вот эти рестораны, телевизионный канал, где вот эти рестораны каждый представляет свою кухню, свои рецепты, предлагает проведение там юбилеев, дни рождения, свадеб и прочее. Это только что касается ресторанов. Еще по всей стране целая сеть русских дискотек, куда вы придете и вот весь набор русской музыки, пожалуйста, и там тусуется вся эта русская молодежь, родители которых не собираются интегрироваться в общество и своих детей точно так же воспитывают. Нужно сказать, что по неофициальным данным в Германии приблизительно 5 миллионов человек, и вот угадайте-ка с трех раз, какое количество из них готовы стать потенциально немцами или стремятся стать ими. Очень мало. Процентов 70 продолжают проживать в своих диаспорах, то есть не то, что первое время попадают в диаспоры, а у них вот это первое время растягивается на 20 лет и до конца жизни. Кроме прочего, русские православные церкви есть по всей стране, и там службы происходят на русском языке, забиты эти церкви бабками и тетками в платочках, и там все то же самое, что в России. Крещение, свадьбы, отпевание, все эти яйца крашенные, ну в общем весь комплект. Ни одного слова там по-немецки не говорится, и еще раз, церкви эти переполнены. Кроме прочего, есть сеть русских магазинов, но это уже известно, очень много роликов по этому поводу. Такие же магазины есть на Кипре, в Греции, в Италии, где только я эти русские магазины не видел. И есть небольшие в маленьких городках, а есть огромные просто, с огромными парк-пляцами, с закупочными колясками, и есть магазины, где не только продукты продают, но и даже вещи. Подушки, одеяло, какую-то одежду, мебель продают, ковры из бывших стран СНГ. И в русском магазине вы найдете не только русскую продукцию, в плане из России, но и из Украины, из Белоруссии, из Узбекистана, из Азербайджана. Хотите какие-нибудь там виноградные листья в соку для особого рода голубцов? Пожалуйста, нет проблем. Идите в русский магазин, вы найдете все, что вы когда-то где-то ели там, за пределами Германии, и теперь захотели вы это попробовать здесь. Все это есть. Русские магазины нажарят вам чебуреков, тут же около магазина жарится шашлык, в некоторых местах готовится плов. Это шокирует местных, вернее сейчас они уже привыкли, первое время это шокировало. Но это проявление вот этой деятельности активной русской диаспоры. Есть детские школы русские, музыкальные, художественные, преподаватели, естественно, различного рода репетиторы. Но мое личное открытие было, когда я узнал, что существует русская школа по обучению рисованию русских икон. Вот представьте себе, детишек учат рисовать русские иконы. Это вам не просто так, господа, это диаспора, которая не собирается ни в одном месте становиться немецкой. В Берлине, я точно знаю, есть несколько русских детских садов. То есть детский сад, в котором воспитательница русская и все дети там русскоговорящие. Как они будут учиться дальше в немецкой школе, я не знаю. Я вот жду такой момент, когда, наверное, уже откроется в Германии просто полномасштабная такая русская школа. А еще лучше вот прям с русской системой образования, с ЭГЕ и так далее. Вот я не удивлюсь, если когда-нибудь даже это здесь будет. Что касается культурной жизни, пожалуйста, на любой вкус. Вот это в России трудно попасть на какой-то спектакль, например, какого-то театра. Да, в России, я уверен, люди, живущие где-нибудь в Иркутске, Владивостоке, у них редко такая возможность, а то и вообще ее нет. Германия маленькая страна, и здесь тусуются все русские театры. Все детские цирки. И вот у каждого театра есть своя вот эта выездная труппа. И все они тут, начиная с начала года и до конца, беспрерывно, нон-стоп. Есть отдельная страница, вот, пожалуйста, Билет.ру, заходите туда и смотрите. Если у вас есть время и деньги, вы можете, ну, просто не вылазить из этих русских спектаклей, концертов всяких вот этих Филиппов Киркоровых, Галкиных. Мне кажется, они здесь живут, потому что их здесь слишком много. Все они находятся в постоянном состоянии гастролей в Германии, в постоянном. Первое время я тоже ездил на какие-то спектакли, но потом мне это все стало неинтересно. Но залы забиты. Целые автобусы организовывают для того, чтобы откуда-нибудь там с юга перевезти куда-нибудь в центр и пойти обязательно на Максима Галкина. Вот такая история с этим. Дальше. Русские селятся компактно. Есть, например, недалеко от меня место, вот я могу сказать, в 30 километрах там просто организовалась русская деревня. Стали продавать участки. И, как это всегда бывает, брат, кум, сват. Раз-раз-раз скупили все русские эти участки, построили дома. А те немцы, кто немного туда вклинились между делом, со временем они оттуда съехали. Они продали свои дома. И с тех пор так и называют это место русская деревня. То есть, глядя на все это, я, например, хочу сказать, хотелось бы, чтобы ее было поменьше этой диаспоры. Дружок, ты говоришь о вещах, о которых ты понятия не имеешь. Это настолько сплоченная диаспора. Она просто зацементированная. И оттуда редко кто может оторваться. А не то, что ее не существует и люди не хотят диаспоры создавать. Она сама по себе создается. И она, если ты уедешь и эмигрируешь, она тебя туда засосет. Сложнее будет от нее отойти. Вот я расскажу примеры своей собственной жизни. Когда-то, много лет тому назад, я тогда был еще молодой. И я работал на одной немецкой фирме. Ну, и там обычный коллектив. И вот ситуация, значит, с паузой. Когда я только пришел туда, я вдруг обнаружил, что во время паузы, то есть обеденной паузы, все садятся вместе. Ну, там немцы, поляки, турки. Все как бы в одном. Там была такая столовая, разделенная как бы на две части. А русские садятся отдельно. Они отдельно поставили себе столы и усаживаются туда. Ну, естественно, когда я пришел в этот коллектив, они поняли, естественно, что я русский. Давай, давай к нам, давай. Ты же свой, давай. Мы тут все свои. Ну, вот так это обычно происходит. Да, вот таким образом диаспора тебя, дружочек, будет затягивать. И я тогда был молодой. Мне неудобно было сказать нет. А не хотелось как-то отделяться от коллектива. Я работал в паре с одним парнем немцем. И мне хотелось с ним общаться. Более того, я находился вот в фазе изучения языка. Мне хотелось как можно больше практиковаться в языке. Но вот не смог я в тот момент сказать нет. Сел я с ними, естественно, обедать. И стал их спрашивать. А почему вы не сидите со всеми вместе? На что они мне сказали две причины. Первая, и потом я сам понял, почему. Они сказали, да понимаешь то, что мы едим. Они на нас так дико смотрят, как будто бы мы что-то не такое едим. И выкладывают, значит, там свои эти салаты оливье. И какие-то котлеты, вонючие пирожки. И там беляши. Просто вот так все в середину выкладываются. И потом все все берут. Ну, вроде как общий стол. Не каждый там приносит себе какой-то бутерброд. А вот все вместе. И давайте, вот мне жена тут. Беляшей на всех напекла. Давайте, пацаны, налетайте. А немцы, в свою очередь, едят как? Принесут бутерброд от силы. Ну, и там воды. Или, может быть, чашечку кофе. На этом все. И они действительно очень скромно выглядели. По сравнению вот с этим Дастарханом, который каждый день накрывался. Вот этот парень, с которым я работал, он вообще приносил себе баночку йогурта, кукурузу. Всегда вареные початок кукурузы и яблоко. Вот вся его обеденная пауза. И через много лет, живя, я знаю сейчас, что немцы действительно так живут. В обед они не кушают. Ну, стараются много не есть. И мне было очень неудобно там сидеть. Мне не хотелось жить вот так, как они живут. И мне хотелось как-то от них оторваться. И я, находясь там, может быть, неделю с ними, я все время молчал и думал, как бы мне от них отвязаться. Что бы такое сделать, чтобы пересесть в другую сторону, где сидят все люди. И в конечном счете я даже спровоцировал конфликт с одним. И вот якобы я обиделся. На самом деле я не обиделся, мне просто нужен был предлог. И я отсел вот с таким облегчением наконец-то к своему партнеру и спокойно приносил там свой небольшой бутерброд и радовался, что в меня не пихают вот эти котлеты, беляши и всю вот эту ерунду. Вот так ведет себя русская диаспора здесь. И они громко разговаривают по-русски. Они не просто приносят что-то свое, они еще навязгут. Постоянно пытаются угощать местных и толкают эти ложки с салатами. Да вы попробуйте, да вы никогда не ели. Сколько раз я встречал здесь людей, которые, выехав из Казахстана, Кыргызстана, России, здесь местных, начинают учить жизни. Буквально недавно я видел ролик, значит, собрания партии АФД. И выступает русский мужик, плохо, очень плохо говорящий по-немецки, но внушает с эмоциями. Вы, немцы, вы не так живете. Вот мы, приехавшие из Казахстана, вот мы, настоящие немцы, мы вам расскажем, как надо жить. Поэтому здесь скорее вот именно немцам в силу их культуры, характера, им приходится все больше отодвигаться, все больше отбиваться от этой навязчивой, огромной русской диаспоры. Я еще один пример приведу. Был у меня один такой знакомый. Слава богу, сейчас уже много лет я исключил всех подобных людей из своего окружения. Он прожил 15 лет в Германии. И как и все, естественно, вот в этой русской диаспоре, русские магазины, русский театр, русский телевизор, практически ни слова по-немецки. А потом каким-то образом он попал на немецкую фирму работать, вынужден был. И мы сталкиваемся с ним, я спрашиваю, ну как, твоя новая работа? На что мне с возмущением? С таким возмущением просто у него крик души. Ты представляешь, говорит, столько лет мы здесь живем, нас тут столько много, а эти фрицы до сих пор по-русски не научились говорить. Вспых, подходит ко мне мастер и что-то там втюхивает. И я ему по-русски объясняю, что и как. А он смотрит на меня и говорит, я не понимаю, о чем ты говоришь. Русский до сих пор не вручен. Фашисты такие. Вот такое отношение здесь. Вы думаете, у этого человека когда-нибудь промелькала мысль интеграции в общество? И он пытался как-то жить отдельно от русской диаспоры? Нет. Вот как раз таки тех, кто живет отдельно от диаспоры, их единицы, а не то, что пытается внушить Иоганныч, что у всех такое вот тут же желание с себе подобными не общаться. Нет. Люди идут путем наименьшего сопротивления. Для того, чтобы интегрироваться, необходимо браться за язык и необходимо отсеивать вот это свое окружение. В основном, еще раз я говорю, 98% населения не способны думать, не пытаются, не хотят. И проще жить среди своих. Проще, когда тебя кто-то на работу возьмет за шкирку. Будешь ездить в общей машине, где все сидящие будут твои же братаны. Женщины начинают ходить в русские парикмахерские. Там у них русская косметика, русский массаж. Там же они находятся и у русских подруг. И началось. Пойдем. Там день рождения у Валентины Петровны, у Нины Васильевны. И вот все то же самое переносится. Что в России было, что и здесь. И так как страна не пытается этих людей как-то ограничивать в языке, у них здесь полная свобода действия, открываешь, что хочешь. А эта диаспора только укрепляется и расцветает. Одна надежда есть, что, может быть, дети, многие уже наевшись всего вот этого, а некоторые даже не понимают и вырастают в этих условиях, пытаются уже как-то смешаться с местными. Совместные вот эти смешанные браки. Вот это есть надежда, что, может быть, через 20-30 лет ее станет поменьше, этой русской диаспоры, я бы так сказал. Если у тебя какая-то русскозвучащая фамилия Иоганныча, я не знаю, какая у тебя фамилия, но если ты когда-нибудь приедешь в другую страну, у тебя русскозвучащая фамилия, там, может, Иванов, Смирнов или что-то в этом роде. И, поверь мне, они тебя найдут в телефонной книге и припрутся к тебе продавать какие-нибудь продукты с каким-нибудь предложением на работу, начнут звонить, не хотели ли бы вы вот это, кинут тебе в ящик купон на продажу русских книг, пригласят тебя на местное какое-нибудь собрание русской диаспоры. Вот поверь, Иоганныч, дело будет не в том, что ты не найдешь следов русской диаспоры, тебя будет проблема от нее отбиться, она будет тебя втягивать и пытаться изо всех сил тебя в себя втянуть. Поэтому это глубочайшее заблуждение думать, что за пределами России нет русской диаспоры. Я, конечно, советую таким людям, то, что вы мечтаете и говорите об этом, это замечательно. Вы приближаете, как бы, момент своей эмиграции, потому что наши мысли, они обычно в жизни материализуются. Поэтому ты правильно делаешь, что ты об этом говоришь. А вот когда приедешь, на своей шкуре все это испытаешь, пройдешь все эти прелести русской диаспоры и будешь потом отгребать от нее всеми силами, вот потом расскажешь о русской диаспоре. Но, как бы ты ни хотел, первое время из-за недостатка языка тебе придется столкнуться с этим многощупальным спрутом. Потому что это потребность людей в общении, и они всегда будут группироваться вокруг своего языка до тех пор, пока либо полностью не откажутся от него, либо частично, либо не переженятся, они создадут смешанных браков. Но до тех пор это долгое время, только общаться с себе подобными. Люди просто так устроены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова